Всем здорова! Наверное ни для кого не секрет, что списки современных шутеров, за которые хочется возвращаться снова и снова, редеют год за годом. Не подумайте, что разработчики разучились их делать, они просто не хотят. Ведь сейчас гораздо рентабельнее запилить игру на один сезон, а потом доить, доить и доить её месяцами, после чего выложить на прилавки её едва ли изменённую версию. Однако в начале, середине и конце 2000-х разного рода кампании старались не столько ради денег, как ради всеобщего признания и внесения в тот или иной жанр нечто необычного, дабы раз за разом радовать и удивлять неискушённых на тот момент игроков своими оригинальными тайтлами. Об одном из таких я бы и хотел рассказать в этом довольно продолжительном цикле роликов. Усаживайтесь поудобнее, ибо это надолго. Итак, история серии F.E.A.R. Конечно, компания Monolith, основанная в 1994-м, уже была, может и не всемирно, но известна задолго до выхода F.E.A.R. В 1997-м году, например, она порадовала большое количество игроков экшеном Blood, который был довольно сильно похож на Duke Nukem 3D. Что, в общем-то, неудивительно, ведь разделяли они один движок. И несмотря на довольно бодрую рубильню, что преподносил Blood, некая вторичность, увы, ощущалась. Ребята из Monolith это знали. А средства, полученные с продажи Влада, помогли студии начать работу над собственным игровым движком. И нет, не Littech, о чём кто-то уже мог подумать, а Direct Engine. И несложно догадаться, к чему это двигло и имело отношение. Но, тем не менее, с Майкрософтом что-то не срослось. И все монолитовские полимеры после компиляции приобрели таки заголовок Littech Engine. Движок, с которым студия ещё долго не могла проститься. Дебют этого двигла состоялся в сиквеле Блада, с подзаголовком The Chosen. И показал себя исключительно с положительной стороны. Несмотря на то, что некие комочки в этой мягкой и сладкой манной каше всё же находились. Что, в общем-то, было простительно. Всё-таки первый движок. Однако, несмотря на модификации и прикручивание обвесов типа Хэвока, некие болезни перешли и в современные проекты Монолита. Но об этом позже. Пора бы, наконец, перейти к виновнику торжества. С первых же кадров игры становится понятно, что при создании разработчики вдохновлялись динамичными боевиками Джона Ву и Half-Life. Под прекрасную драматическую музыку нам демонстрируют завязку сюжета, где сомнительного вида тип силой мысли заставляет толпы солдат поднять оружие и начать массовое истребление охранников организации Armahem Technology. Катализатором же данного действия послужило появление в камере типа загадочной персоны восьмилетнего возраста. И единственной фразы. Следом идет телефонный звонок. И дабы отдать дань уважения прекрасной русской локализации, я вставлю его полностью. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Звонил сенатор в подразделение армии США, специализирующееся на паранормальных явлениях. First Encounter Assault Recon, что переводится как подразделение первого контакта. Ну и так как расшифровка идиотская, при локализации заменена федеральную единицу агрессивного реагирования, смысла она не потеряла вообще. В штабе ФИАР оперативная команда готовится к заданию по устранению Пакстона Фэттела, того самого телепата, устроившего бойню руками солдат-клонов, созданных Армахемом. Убийство Фэттела оборвет телекинестетическую связь с солдатами, и всю эту неприятную ситуацию можно будет замять без шума и пыли. Если же вы уже прошли игру, то вероятно чувствуете, насколько иронично это звучит. Ну а пока команда решает, стоит ли брать на задание нас, новичка, который всего неделю в отряде, но показавший отличные результаты на всех тренировках. Герой наш, кстати, личность довольно неразговорчивая, и лишь изредка балует наш слух своим дыханием и сердцебиением. В голове же героя полный разлад, свое детство он не помнит, а во снах перед глазами раз за разом появляется сцена в больничной палате, с чьими-то криками и лицами незнакомых людей. Так или иначе, протагонист гонит от себя мысли по поводу этих видений своей упорной военной службой. К ней непосредственно мы и приступаем, после того, как координатор подразделения Fearbatters высаживает нас у заброшенного здания, города Фэйрпорт, где и была замечена цель в виде Пакстона Фэттела. Получив же управление, мы понимаем, насколько разработчики задумались о механике стрельбы в своей игре. Во-первых, отдачи у оружия практически нет. Вернее, от нее гуляют только руки. Голова, то бишь камера абсолютно статична. Стало быть, цели с перекрестия вы не потеряете даже после выпущенной очереди. Перемещение же этому процессу исключительно помогает. Физика передвижения прекрасно понимает, что такое стрейв. И в процессе бегания среди врагов, постреливая в них, вы будете ощущать себя комфортно. Это трудно объяснить детальнее, так что, если есть желание получше понять эту физику, сыграйте, скажем, в любую КС-ку, где стрельба также на высоте. И после очередной катки сразу же сядьте за первый Фэйр. Вы сразу почувствуете разницу. Но помимо детально проработанного дальнего боя, у нас есть еще и ближний. И, кстати, весьма ультимативный. Из рукопашного арсенала у нас удар прикладом, кулачный бой, удар ногой в прыжке, если бежите, удар ногой с разворота, если стоите. И самый стильный маневр до выхода Resident Evil 6. Подкат на жопе. Каждый из перечисленных моментов наносит огромный урон противникам. И если последние не упакованы в штурмовую броню, выносятся, как правило, с первого удара. Огнестрельные же пушки, если с таким набором смертельной рукопашки у вас будет желание ими воспользоваться, тоже своим разнообразием радуют. Это пистолет, либо парные пистолеты, зависит от вашего мировоззрения. Пара видов автоматов, дробовик, снайперская винтовка, ракетница, гранаты с минами, и так называемые прототипы. Ибо действие происходит в 2025 году. Оружие это крайне специфичное, так что расскажу о нем по мере развития сюжета, к которому пора бы уже перейти, упомянув Bullet Time. Способность главгероя замедлять время, это краза в четыре. И благополучно перехватывать инициативу в битвах с превосходящими силами противника. Способность эта, конечно, поначалу просто валится с бухты-барахты. Но не сомневайтесь, объяснение ее наличия в истории будет. Пока же можно поразвлекаться, слушая, как замедляются диалоги при запуске такого Bullet Time во время кат-сцен. Ну и забавляясь этим, мы находим своих коллег из Фьер, по имени Спенсер Янковский и Джин Сунг Вон. Думаю, не нужно говорить, откуда взято ее имя. Они дружно изучают изъеденное Фэтелом тело некого работника. И нас, как самого клевого и сексуального члена отряда, отправляют разведать территорию на крышу, где мы благополучно получаем по голове деревяшкой. А Фэтел решает с нами немного пообщаться. Покойного звали Чарльза Хаббегер. Я его помню. Но моя ли это память? Или ее? Это не имеет значения. Он заслужил смерти. Они все заслужили смерти. Конечно, пока его билиберданом ни о чем не говорит. Однако мы узнаем имя обгрызанной жертвы. Далее Фэтел удаляется и окончательно исчезает с радаров. А мы слышим по рации, что большое количество солдат-клонов было обнаружено в порту. Герой возвращается к своим коллегам, которые обсуждают его. В частности, Янковский, который говорит о странной пронзительности во взгляде протагониста. Так или иначе, нас в компании штурмового отряда армии США отправляют в городской порт, где и окончательно знакомят с игровой механикой. В частности, то, что по уровням будут разбросаны шприцы с непонятной светящейся сывороткой. А наш солдат, как последний нарик, будет ставиться ими, дабы почувствовать себя лучше и побыть в булеттайме подольше. И то, что время от времени придется искать некие рычаги, дабы открыть некие двери. В общем, обычная рутина. Пока мы разблокировали ворота, на наших коллег что-то нападает, и к нашему приходу на земле остаются только дымящиеся скелеты. Однако мы можем выяснить, что происходило, попав в сгусток телекинестетического поля прямо перед телами. Ищи Янковский! Из полученных видений мы понимаем, что на солдат напала девочка в духе Анрё, которая буквально растворила их. Почему такой сгусток видений доступен именно нам, остается загадкой. Сейчас важно найти Янковский, ведь его сигнал неподалеку. И судя по странным показателям биометрии, он все еще жив. В его поисках мы, наконец, сталкиваемся с превосходящими силами противника, и имея в арсенале удар прикладом и подкат, как правило, проблемой они не становятся. Когда же герой принимает участие в масштабных схватках, мы видим, насколько грамотно Монолит поработал над детализацией. Искр от выстрелов немерено. Дыр на стенах и полу дофига. Кровь, пыль и прочее так и летит с каждого врага. А помимо отрисованных ног героя, мы еще и видим его отражение в лужах. И только перезарядка тех или иных стволов порой говорит о просветах лени в рядах создателей. Когда же мы берем в каждую руку по пистолету, то и об этом единственном недостатке мгновенно забываем. Противники, в свою очередь, то и дело, пытаются нас окружить, и гранаты не экономят. Спустя серию боев, мы вновь видим сгусток паранормальной энергии, которая принимает облик Янковски, и вновь растворяется в воздухе. А мы впервые лицом к лицу сталкиваемся с загадочной девочкой. Приходим мы в себя в компании сослуживцев, а координатор засекает Фэтела. Теперь Янковски отправляется искать Джин. А Фэтел отныне наша проблема. Также после встречи с той девочкой нас время от времени начинают одолевать видением. Со знакомым по снам героя больничным коридором. Но раз за разом преодолевая его, дверь в его конце мы открыть не в состоянии. А в реальности спустя пары десятков коридоров с противниками, мы находим дробовик. Оружие поистине чудовищной мощи. В контексте данной игры оно выше любых законов физики и логики. Пока вы вооружены дробовиком, умереть будет сложно. А вот взрывная волна картечи от противников не оставит ничего. На фоне этого оружия даже пенетратор, прибивающий противников к стенам, смотрится блекло. А поскольку разрешено носить только три огнестрела одновременно, этот дробаш станет вашим хорошим компаньоном на всю игру. Проходя через очередной коридор, герой одолевает видение того, как Фэттл допрашивает работника станции по имени Билл Муди. И вопрос задает только один. Где Альма? Я не знаю, о чем ты говоришь. Интенсивность видения, однако, растет. И помимо проекции, как мы понимаем, недавно умерших людей, нас снова и снова раз за разом бросают в больничный коридор, который начинает причинять боль персонажу. И визуализировать этот процесс, кроме как призраками, разбивающимися об героя, разрабы не смогли. Наконец мы добираемся к комнате Смуди, но кроме слов Альма и Источник, он перед смертью ничего не поведал. А далее на пути мы наблюдаем, что даже мины воспаряют в мир иной пред нами. Ничего удивительного, ведь в нашей глани божественный шотган. Да, и судя по рации, из всего подразделения фирмы один делаем хоть что-то. Ведь в нашем боевом дебюте мы уже становимся для координатора номером первым. Такси прибыло. Площадка у вас есть? Мой номер первый нашел подходящий дворик. Одна проблема. Сейчас дам вертолет противника. Конечно, пока это не так иронично, до этого еще дойдем. Сейчас же нас перебрасывают в штаб-квартиру Армахема, дабы все же ликвидировать Феттела. По пути также инструктируют о наличии гражданских в офисном здании компании, которые могут быть заложниками. А наш вертолет при подлете подвергается обстрелу, вследствие чего из штурмового отряда выживает только главгерой. Несмотря на огромное количество противников тут и там, пространства для стрельбы всегда небольшие. Так что с ближним боем, дробовиком и пачкой видений мы сталкиваемся с так называемым проектом ИКАР. Крайне слабыми, но довольно прыгучими солдатами в оптическом камуфляже. Таким образом, мы понимаем, что клоны были не единственной разработкой Армахема. А найденные ноутбуки говорят о том, что было что-то еще, что-то жуткое. То, из-за чего вся трагедия и приключилась. Некий проект Источник и проект Персей. Последний же подразумевает клонирование управляемых Феттелом солдат. Блуждая по коридорам далее, герой натыкается на системного инженера этого комплекса, Нортона Мэйлса, который просит отключить систему охраны в обмен на доступ к серверу компании. Систему мы, конечно, отключаем, но Мэйлс пропадает. Тем не менее, доступ к серверу мы все же получаем. Да и наши коллеги с Фер уже подоспели. Феттел же снова появляется в наших видениях и говорит, что Альма это Источник, и что он ее освободит. Также галлюцинируя, мы находим заминированного работника Армахема по имени Алдас Бишоп. И пока им занимается сапер, он рассказывает о неком замороженном проекте, после расконсервирования которого весь этот ад и приключился. Подробнее о нем может рассказать глава исследовательского отдела Харлан Уэйд. Но он куда-то пропал. А знать где он вполне может его дочь Элис, которая также находится в здании. Когда мы добираемся до исследовательского комплекса Армахема, нас ждет сюрприз. Теперь сама охрана здания нападает на протагониста, и ничего не остается, кроме как перестрелять всех до последнего охранника, которые, судя по всему, тоже клоны, так как все на одно лицо. Вдобавок, теперь мы понимаем, что корпорации есть что скрывать, и что разного рода аномалиям ответ будет дан совсем скоро. Ну а пока мы вновь встречаем пропавшего инженера. На этот раз он просит снять блокировку с лифтов, так как это все же в общих интересах. Так мы и поступаем, расчищая себя путь ракетной установкой, которая совершенно случайно лежала в коридоре. Затем узнаем, что сам Фэттл был создан в рамках проекта Источник, и числится как второй прототип. Что или кто был первым неизвестно, но третьего не существовало вовсе. Проект был заморожен 20 лет назад. А из одного автоответчика, встреченного по дороге, вещает сама глава компании Армахем Технологи, Женевьеву арестит. И сообщение ее оптимизмом не отличается. Джон, это Женевьева. Сенатор не справился. Его спецназ оказался бессилен. Готовимся к худшему. Прикажи охране перекрыть все входы и выходы. Нам нужно время, чтобы замести следы. Сообщений больше нет. Мэл, в свою очередь, сбегает, обозвав уродом протагониста. Интересно, как он это под балаклавой понял? Может быть, герой красавец? Далее он натравливает на нас систему безопасности, состоящую из турелей и друидов-ракетчиков, основным врагом которых является оконная рама. Мэл же, как может, пытается сбежать. Вновь перед нами предстает Фэтл и толкает символическую речь, ведущую за собой новый приход. Добравшись до лаборатории, мы получаем в распоряжении один из прототипов вооружения, так называемый распылитель, который вы будете использовать только по праздникам и при условии, что ваша меткость идеальна, а противники тупы. Координатор также сообщает нам, что все жертвы, инженер и дочь Харлана Вейда, которую мы ищем, работали над одним проектом. Ликвидация последствий неудачи с источником. Наконец мы находим Элис Уэйд, которая просит доставить ее к отцу. Она и путь подскажет, и машину предоставит. Однако нелегкими усилиями координатор все-таки убеждает Элис воспользоваться вертолетом. Вы имеете в виду вертолет? А может лучше на машине? Она там, внизу, в гараже. Вы что, боитесь летать? Да. Поверьте, так будет безопаснее. Убедили. Убедительно! Подняться же на крышу, вот так вот, не получается. Кто-то клацает по кнопкам на всех этажах, и в итоге лифт тормозится чуть ли не на каждом, где нас уже пасут противники. К счастью, метод «прикройся заложником» прокатывает каждый раз. На очередном этаже питание лифта кончается, и надо его восстанавливать. А пока мы этим занимаемся, понимаем, что дальше лифт поедет без нас. Тем не менее, спешить некуда, ведь вертолет сбивают клоны, а Элис бежит в подвал к автомобилям. Мы, в свою очередь, из очередного сообщения на автоответчике, узнаем о неком саркофаге проекта «Источник», куда две недели назад отправился разведывательный отряд, который, в общем-то, не вернулся. После этого глава компании дала добро на полное уничтожение саркофага. Так или иначе, догнать Элис мы не успеваем. Но данные с ноутбука Вейда говорят о неком подземном комплексе завода «Риммермайер», выкупленном Армахемом еще в 50-х. Куда и отправляются протагонист в компании «Джин» и саперы отряда «Фир Холидэ». Ну и поскольку это игра середины двухтысячных, ничего удивительного, что наш вертолет подбивают. Тогда вообще любили вертолеты взрывать. Пока мы очухиваемся после крушения, наши коллеги уже сыграли в игру «Кто поднимется последним, тому и воевать», в которой герой уже и проиграл. Теперь ничего не остается, кроме как пробиваться через трущобы к зданию цеха. По пути Фэтл дает понять, что Элис уже у него, а видение девочки с черными волосами посещают героя все чаще и чаще. Проникнув в подземелье, мы разживаемся кинетическим расщепителем, на который можно положиться вплоть до финала, а также узнаем все подробности проекта «Источник». В частности, что мастер телепатом в проекте была девушка по имени Альма. Однако ее телекинестетическая сила была крайне нестабильна. Ну и Вейд решил, что ее ребенок вполне сможет перенять лучшее качество телепата. Так Армахем и поступил. В 15 лет Альму искусственно оплодотворили, и чуть больше 30 лет назад был рожден первый прототип, который совершенно не проявлял себя как телепат. Далее Альма была помещена в искусственную кому, и уже через год Армахем повторил процедуру. Так на свет и появился Пакстон Фэтл, который стал тем самым командиром нужным проекту. Альму же из комы так и не пробудили. Однако ее нестабильная телекинестетика смогла пробить экраны подземного комплекса. И сознание Альмы смогло проникнуть в мозг Фэтла, дабы последний осознал себя. Так оно и вышло. Данное явление в компании прозвали синхронизацией. В ходе которой, впитав гнев Альмы, Фэтл, будучи 10-летним мальчуганом, в клочья разорвал несколько солдат, даже пальцем их при этом не тронув. Армахем, в свою очередь, понял, что оставлять Альму в живых теперь опасно и отключил систему жизнеобеспечения ее капсулы. Спустя 6 дней она умерла. Но телепатическая энергия никуда не делась. Она так и продолжала бушевать в подземелье, за дверьми способными выдержать прямое попадание ядерной бомбы. И порой даже мощное экранирование не спасало от утечек этой самой энергии. Последней такой утечкой стала сцена при старте игры, когда сознание Альмы вновь смогло достучаться до ее сына. Харлан Вейд так и не смог простить себе то, что сотворил с родной дочерью. И долгие годы думал, как искупить вину. Ну а нынешний инцидент стал для него не иначе, как знаком, что пора бы Альму выпустить. Догоняя Харлана, мы находим Фэтл, убившего и частично съевшего Элис, с подачи не иначе, как Альмы. Но на удивление, Пакстон не враждебен к нам, а лишь задает вопрос, ты ведь еще не знаешь, кто ты, верно? Как тебя зовут? Что ты здесь делаешь? И наконец то, что Альма не может заглянуть в разум героя. Но он ее может. Нам же, однако, не остается ничего, кроме как выполнить приказ и пустить Фэтлу пулю в башку. Солдаты-клоны отключаются. И добравшись до экспериментальной лаборатории, мы видим, как престарелый Харлан выпускает тело Альмы. Ну вот и все. Альма. Итак, тело и сознание на свободе. Последствия непредсказуемы. Альма пытается покинуть комплекс, оставляя за собой психокинетические разрывы в пространстве, дабы распылить своего преследователя. Но хорошей пушке они противостоять, однако, не могут. Мы, в свою очередь, разрушаем предохранители реактора, дабы спровоцировать взрыв комплекса в надежде, что Альма похоронен под обломками. После Лив доставляет нас к одному из зданий в трущобах города, где Альма бросает нам вызов в родном сознании, возвращая героя в его смутные болезненные воспоминания. И что бы мы ни делали с возвращенным телом, у Альмы будет достаточно сил, чтобы заглянуть в голову к герою. Вот и наступает момент последнего откровения. Альма узнает своего сына. Твою сыну. Я не дива мне. Верните мне, сына! Ты станешь богом? Верните ее в саркопак. Нет! Нет! Мы видим. Разрывы прекращаются, и мы спешим к точке эвакуации. Но добраться до нее, увы, не суждено. Реактор теряет стабильность, и происходит колоссальных масштабов взрыв, превращая в руины весь город. И героя обломками неслабо накрывает. Тем не менее, коллеги из Фир, сидя на жопе все это время, дождались спасительной вертушки, и даже протагониста забрать не забыли. Кружа над руинами города и гадая, что случилось с Альмой, и оставшимися клонами, команда замечает, что у вертолета отказал двигатель. А мы наблюдаем относительно живую Альму, которая все же выбралась. Ну а после титров мы слышим очередной телефонный звонок главы Армахема Женевьевой Арестит, некому сенатору. Она говорит, что проект источника и фабрика клонов разрушены. Но тем не менее, плюсы также имеются. Ведь первый прототип оказался успешным. Этим и заканчивается первая часть одной из лучших франшиз середины 2000-х. Технически для того времени игра была прекрасна. Недаром в те времена ее гоняли как бенчмарк. Правда вот такая графонистость сказалась на системных требованиях. Так что немногие среднестатистические видеокарты того времени могли в полной мере фир на себе гонять. Особенно GP из серии Radeon. С точки зрения оптимизации игра была очень хороша, ведь выходила она как ПК-эксклюзив. Ну а с точки зрения программирования слегка проигрывала. К примеру, громоздка записывая позицию в момент сейва. Из-за чего игра фризилась, а сохранение порой могло идти очень долго. Еще прогрузка локаций порой сильно забивает видеопамять. Из-за чего при старте игры у вас будет 70 фпс. А на второй главе уже 20. Да и игра это знает. Даже в опциях имеется функция перезапуска графического ядра при смене локаций, дабы видеопамять значительно разгрузить. Ну и напоследок взрывы в игре не совсем таковые. Это просто заранее записанный видеофрагмент, который обрезается движком в момент триггера. Говоря о технике, нельзя обойти стороной противников. Хоть тут и всего 4 вида врагов, каждый из них играет свою роль на ура. Солдаты отдают друг другу приказы, ведут перекличку по рации, подавляют огнем с гранатами и каждый раз методично пытаются зайти к вам со спины. То бишь и вам надо будет порой мыслить тактически, дабы не быть окруженным пехотой, пока в лоб будет идти бронированный штурмовик. Ну и если у вас не так много патронов и аптечек в запасе, последнее, что вы захотите встретить в игре, это дроид охраны. Эта бронированная жестянка вселяет ужас куда сильнее, чем Альма, особенно зная, что он и в ближнем бою вам навалять может. Конечно же после выхода такой игры, заинтересованная ей публика поделилась на группы. Первые хейтеры и критики, которые всячески нещадно ругали игру за однообразие и коридорность. Вторые модеры, раздобывшие оригинальный сценарий игры, довольно таки неслабо отличающийся от финального билда. И начавшие помещать героев ситуации, которые, по их мнению, в рамках сюжета смотрелись бы отлично. На один такой мод я уже делал ролик, если интересно, можете взглянуть. Третьи фанаты, увидевшие в ней одну из своих любимых игр. И тут же взявшиеся за поиск сведений о продолжении. И дождавшиеся его практически сразу в виде аддона, о котором я расскажу в следующий раз. А здесь пора закругляться. Надеюсь было интересно. Итак, до следующего раза.